Приветствую, друзья! Сегодня мы отправимся снова в эпоху Среднего Царства и попробуем разобраться, что из себя представляет так называемая Белая Пирамида. В Дахшурском некрополе можно увидеть две огромные пирамиды царя Древнего Царства Снофру, ломаную и красную, на которой у меня были полные обзоры с уникальным материалом. Но сейчас речь пойдет о пирамиде времен Среднего Царства. Чтобы ее найти, надо знать, где остановить водителя и куда пройти. Нас окружают безжизненные пустыни с барханами, под которыми скрываются строения Древнего Египта. Данная территория закрыта для посещения. В первые годы и после революции орудовали черные копатели, а сейчас здесь ведутся археологические работы. Мы забираемся на холм и в середине видим остатки пирамиды. А попасть в нее можно было только через этот узкий проход. Это блоки свода разгрузочной камеры. Истинный вход в пирамиду сейчас находится глубоко под песком. Аминимхед II правил 4000 лет назад. Царь получил от предшественников наследство, мощную, процветающую державу. И царствовал практически без воин в течение 30 лет, занимаясь мирной политикой по отношению к соседним государствам. Аминимхед торговал с Сирией, Месопотамией и со странами Эгейского моря. Установил торговые и дипломатические отношения практически со всеми соседями, в том числе и с Нубией, эксплуатируя ее богатство. Совершал экспедиции в страну Пунт. А мирные отношения с бывшими традиционными врагами позволили Аминимхед II поднять авторитет Египта на Ближнем Востоке. Свою пирамиду Аминимхед II построил в Дашуре, на востоке от погребения Снуфру. Почему он не стал строить пирамиду в Лиште, где нашли покой его отец и дед, а выбрал местом своего упокоения старый некрополь 4-й династии, нам неизвестно. Первым исследовать ее стал археолог Карл Лейпсюс и сначала считал, что это Мастава, но дальнейшие исследования показали, что это руины пирамиды, которые позднее подробно изучил и задокументировал французский археолог Жак де Морган. Ее прозвали Белой, потому что она была построена из блоков белого турского известняка. Угловые камни облицовки строения не были найдены, поэтому сложно сказать, какой был угол наклона сторон. Но сторона основания около 50 метров. Сейчас пирамида практически полностью разрушена. Вовнутрь можно попасть через щель между двумя блоками разгрузочного свода, если у вас небольшая комплекция. Субтитры создавал DimaTorzok Протиснувшись, оказываемся в верхней части разгрузочного свода. И чтобы идти дальше, надо пролезть сквозь пролом нижней части и в отверстие в потолке над погребальной камерой. Основное помещение гробницы, больше чем наполовину, засыпано песком. На западной стороне покоится составной, встроенный в пол саркофаг из красного крупнозернистого кварцита. Над саркофагом есть довольно большие отсеки, вероятно для приношений или статуи. На восточной стороне еще два подобных небольших помещений. Имеется и грабительский тупиковый лаз. Внутрь пирамиды попадают, так сказать, официально через северный коридор, который сейчас полностью засыпан. От грабителей здесь были предусмотрены порткулисы. Северная, от которой сейчас ничего не осталось, блокировала вход в погребальные покои с саркофагом, а южная предназначалась для блокировки нижней камеры. А самое сложное в данный момент, это понять, как расположена нижняя камера относительно входной галереи, так как схемы Моргана ситуации не проясняют. По умолчанию считается, что она находится под самим проходом. Сейчас мы находимся в помещении южной предкулисы, но предположим, что уже после того, как она опустилась, и неважно в какой период это случилось, после погребения царя или после исследования пирамиды. Мы видим верхушку порткулисы, которая прочно сидит в своей нише. Если принять к рассмотрению данную версию, получается, что нижний проход, который перекрыт плитой, смещен относительно верхнего. А еще доводы в данную версию такие, что будь порткулиса горизонтальной и выдвижной, то для нее бы существовало специальное помещение, которое есть, например, у Северной. А наличие бортика говорит о том, что плита, вероятно, была зафиксирована вертикально. Погребальные покои сильно занесены песком, поэтому проверить версию пока что невозможно. Если же нижний этаж, согласно Моргану, действительно проходит под входным коридором, то не исключена вероятность еще и того, что все-таки существует некое помещение со смещением на восток. Если несколько лет назад в пирамиду можно было попасть через щель в блоках свода, то сейчас уровень песка значительно поднялся, да и вход замуровали. Вероятно, чтобы священное для фараона место не превратилось в склад. Под этими песками рядом с пирамидой скрывается двойная гробница принцесс-дочерей Аминемхета, где были найдены потрясающие предметы искусства Среднего Царства. После изучения пирамида была оставлена на естественную консервацию песками. Бархан Египта скрывает под собой руины древнеегипетской истории, которую нам еще предстоит изучить. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и погружайтесь в мир древнего Египта с моей музыкой. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok